В 500 с небольшим километрах к западу от южной части Гренландии на острове земля Баффина, Канада, в акватории Сэм-Форд-Фьорда находится поистине циклопических размеров скальный комплекс во главе с горой Асгард. Из Вики. Асгард – известная гора на острове Баффинова земля с двумя пиками, разделенными седловиной. Высота над уровнем моря, соответственно, 2015 и 2011 метр. Считается второй по высоте горой на данном острове. Оба пика представляют собой плоские вершины цилиндрической формы. Гора названа в честь небесного города Асгард, обители богов-асов в германо-скандинавской мифологии. По мифологическим источникам этих самых Асгардов было пять. Асгард Небесный, то есть небесная прародина белого человечества. Асгард Даарийский находился в Даарии на северном материке на вершине горы Мира. У других народов эту гору называли гора Меру. Материк был разделен реками на четыре провинции – Свага, Харра, Рая, Туле. При этом, как гласят предания, реки не вытекали, а втекали, как бы поднимались вверх к вершине, и здесь было внутреннее море или озеро, в центре которого находилась гора Мира, а на ее вершине Асгард. Асгард Ирийский был основан в лето 5028-е от великого переселения из Даарии в месяц Тайлить девятого дня в праздник трех лун на слиянии священных рек Ирий и Онпи. Асгард Сагдийский, держава Сагдиана, был построен, чтобы оберегать южные рубежи Рассении, держава, по которой расселилась великая раса. Асгард Сагдийский находился в Малой Азии. Многие исследователи считают, что столицей был Асхабад, ныне Ашхабад. Но исследователь В. Щербаков считает, что это город Ниса, недалеко от Ашхабада. Воины Асгарда Сагдийского дали достойный отпор войскам Александра Македонского. После поражения войск Александра Великого его проводили к жрецам в Асгард Ирийский. Вот об этом и описывал Низами в Искандернаме. Асгард Светьёцкий, то есть Асгард, освещенный светом Одина, находился на территории Скандинавии. После Великого пожара купцы завезли какую-то болезнь, холеру или тиф, чуму. Когда Асгард сгорел, на его месте был выстроен новый город, получивший название Уп-Сала. Определенно наш второй из списка. Итак, смотрим, как интересно, что по всему миру разбросаны горы с обрезанными вершинами. И вот они, две эти горы. Такие горы называются столовые, то есть ровные как стол. Маршруты восхождения показаны. Чтобы был понятен масштаб, ниже на фото в левом нижнем углу еле-еле виден человек. Здесь внизу у берега видна яхта. Даже комментарии как-то не рождаются к такому. И указаны маршруты восхождения. Еще некоторые кадры из окрестностей. Местами попадаются такие вот идеально ровные отвесные стены в сотни метров в высоту. И в завершении в Марвеле кто-то уже пофантазировал на заданную тему. А именно как это все могло выглядеть. Ну это фантазия автора. На этом все. Это был живой журнал. Автор ВЭЛ-124. Статья от марта 2017 года. Канал ВЭП Рассказ. Юрий Шатохин. Всего хорошего. Ссылка как обычно будет дана в описании под моим видео и в комментариях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.